Дорогие друзья, всем нам довольно часто приходится вступать в споры с окружающими людьми. Дети спорят с родителями, родители вступают в споры между собой, мы спорим с коллегами и друзьями. Более того, мы можем часто с вами наблюдать споры, которые ведутся на телевизионных экранах, спорят между собой политики, общественные деятели и даже ученые. Поэтому некоторые простые сведения о том, что такое спор, каковы распространенные методы и способы ведения спора, могут оказаться полезными практически каждому из нас. Кто знает, может быть уже завтра кого-то из нас пригласят к барьеру. Логической основой спора, его, так сказать, скелетом является доказательство и опровержение. Один человек высказывает некоторые утверждения и пытается обосновать его, доказать. Другому человеку это утверждение не нравится и он пытается его опровергнуть. Вот суть спора, если очистить его от всякого рода словесной шелухи. Поэтому мы с вами начинаем с рассмотрения того, что такое доказательство и опровержение. Когда вам нужно вбить в стену гвоздь, чтобы повесить, скажем, картину или что-то еще, вы берете молоток, бьете по шляпке гвоздя и он покорно лезет в стену. Гвоздь не спрашивает, почему выбрали его, а не соседа, зачем его вбивают в стену, почему на него вешают то, а не иное. Он тихо сидит в стене и держит все, что угодно, и картину, и зеркало, и одежду. С людьми гораздо сложнее. Им непременно нужно знать, зачем, почему, и их не принято еще бить молотком по голове. Людей приходится убеждать, сделать что-то так, а не иначе, принять ту или иную мысль. А часто они с нами не согласны и вступают в споры. И часто они сами стремятся навязать нам свою волю, свои идеи, перехитрить или даже обмануть нас. Ну, скажем, вы вполне естественно считаете, что нужно вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой, соблюдать умеренность в еде, не злоупотреблять табаком и алкоголем. Все это, по-видимому, продлевает жизнь. Однако вам могут возразить, ха, ерунда все это. Вот мой дед, умнейший, между прочим, человек, вместо воды всю жизнь пил водку, сигарету изо рта не вынимал, бегал за каждой юбкой, дожил до 90 лет и до сих пор жив и здоров. А вот брат его, близнец, пил только молоко, знал одну только женщину, курить даже и не думал. И что же? Умер бедняга в трехмесячном возрасте. А вы говорите, нельзя курить или там пить. Вот возражение. Сумеете ли вы ответить на него? Люди не гвозди, тем они и интересны. Как убедить человека принять вашу точку зрения, принять тот или иной способ действия, который вы считаете наиболее эффективным? Конечно, человека можно заставить что-то сделать. Ну, скажем, офицер отдает приказ солдату, делай так, делай то-то. Солдат подчиняется. Руководитель фирмы издает приказ. Сейчас все работники нашей фирмы со следующего дня должны приходить в желтых галстуках. Ну, что делать? Тут не поспоришь. Не будешь объяснять, что желтый галстук не очень хорошо сочетается с зеленым костюмом. Приходится надевать. Но вот этот способ заставить людей что-то сделать с помощью приказа, власти, силы, очень ненадежен. Ну, исчез страх, пропал материальный интерес, раскрылся обман, и человек снимает с себя опостыливший галстук и перестает выполнять приказы. Писатель Сергей Довлатов рассказывает такой случай. В теперь уже далекое советское время председатель радиокомитета издал приказ, запрещающий женщинам, работникам радиокомитета, приходить на работу в брючных костюмах. Ну, женщины, конечно, не послушались. Тогда было созвано общее собрание. Выступавшие на нем женщины говорили, ну, это мода такая, мода, распространенная по всему миру. К тому же брючный костюм, брюки гораздо скромнее, юбок. А главное, что это мода такая, зачем ей противиться? Председатель комитета встал и объявил, нет такой моды. Ну, то есть, пытался силой заставить женщин на радиокомитете выполнять то, что он считал правильно. Но не удалось ему остановить победное шествие брючного костюма. Гораздо более надежно в подобных случаях убедить человека в том, что рекомендуемый ему способ действий наиболее эффективный, наиболее надежный, что предлагаемое вами решение наиболее правильное и выгодное в данных условиях, что внушаемая предлагаемую человеку мысль истинна. Вот если вам удастся убедить человека в этом, то тогда всё. Независимо от материальных интересов, даже от моды, карьеров или чего-либо подобного, человек будет придерживаться внушённых ему идей и способов деятельности. Наиболее сильное средство, сильное и эффективное средство убеждения людей – это доказательство. Если вам удастся доказать человеку, что та или иная идея верна, истинна, что тот или иной способ действий эффективен, то и он согласится с вашим доказательством, тогда всё, эта идея станет его идеей. Поэтому мы начнём с рассмотрения того, что такое доказательство. В логике, в теории аргументации доказательством называют логическую операцию обоснования истинности некоторого утверждения с помощью других утверждений, которые тоже истинны и определённым образом связаны с выдвинутым утверждением. С выдвинутым положением. Ну вот уже из этого мы можем с вами видеть, что самое простое доказательство включает в себя три основных элемента. Во-первых, доказываемое положение. То положение, истинность которого вы обосновываете. Оно называется тезисом доказательства. Утверждения, с помощью которых вы обосновываете истинность тезиса, они называются аргументами или основаниями доказательства. И, наконец, третье – это логическая связь аргументов с тезисом. Она называется демонстрацией или формой доказательства. Ну, с доказательством все мы более или менее знакомы. Ещё в школе нам приходилось на уроках геометрии, скажем, доказывать теорему о сумме внутренних углов треугольника или знаменитую теорему Пифагора. Ну и в повседневной жизни мы с вами часто сталкиваемся с различными доказательствами. Вот, посмотрите, например, беседуют два человека. Раздосадованный Рутилов сказал, «Ты, Ардальон Борисович, и не будешь никогда быком, потому что ты – форменная свинья. Врёшь!» – угрюмо сказал Передонов. «Нет, не вру и могу доказать!» – сказал Рутилов. «Докажи!» – потребовал Передонов. «Погоди, докажу!» – с тем же злорадцем в голосе ответил Рутилов. Оба замолчали. Передонов пугливо ждал и томила его злость на Рутилова. Вдруг Рутилов сказал, «Ардальон Борисович, у тебя есть пятачок?» «Ха-ха! Есть! Да тебе не дам!» – злобно ответил Передонов. Рутилов захохотал. «Ха-ха! Ну как есть у тебя пятачок! Так как же ты не свинья!» – крикнул он радостно. Это Фёдор Сологуб «Мелкий бес». Здесь тезисом является утверждение «Ардальон Борисович – свинья». Аргументы. «У всякой свиньи есть пятачок». Но этот аргумент не высказан в явном виде. Он подразумевается обоими собеседниками. И второй аргумент. «У Ардальона Борисовича есть пятачок». Из этих двух аргументов логически вытекает тезис. «Ардальон Борисович – свинья». Но, дорогие друзья, я не могу рассчитывать на то, что вы знакомы хотя бы с традиционной логикой, рассматривающей различные виды умозаключений, различные способы логической связи наших утверждений друг с другом. Но здесь просто в общем я могу сказать следующее. Аргументы выступают как посылки некоторого умозаключения, из которых мы по определенным правилам выводим наш тезис. И обоснование тезиса заключается в том, что мы показываем, что он является логическим следствием признанных истинных утверждений. Если он логически вытекает из признанных истинных утверждений, то значит, он и сам истинен. Обоснование тезиса в ходе доказательства может осуществляться непосредственно с помощью аргументов или с помощью некоторых дополнительных элементов, вводимых в доказательства. В зависимости от этого различают два способа доказательства или два вида. Прямое доказательство – это обоснование тезиса аргументами без помощи каких-либо дополнительных построений. Цепь рассуждений в таких случаях начинается с аргументов, и из аргументов мы логически вывозим тезис. То есть это вот самый простой способ доказательства. Вот, например, как Александр Иванович Герцен доказывает тезис о том, что история русской литературы – это мартиролог или реестр каторги. «Погибают даже те, – пишет он, – которых пощадило правительство. Едва успев расцвести, они спешат расстаться с жизнью». Рылеев повешен Николаем, Пушкин убит на дуэли, Грибоедов предательский убит в Тегеране, Лервантов убит на дуэли 30 лет на Кавказе, Веневитинов убит обществом 22 лет, Кольцов убит своей семьей 33 лет, Белинский убит 35 лет голодом и нищетой, Боротынский умер после 12-летней ссылки, Бестужев погиб на Кавказе, совсем еще молодым, после сибирской каторги. Это Герцен о развитии революционных идей в России. Здесь из совокупности конкретных фактов Герцен выводит свой тезис. Это прямое доказательство. Косвенное доказательство состоит в обосновании истинности тезиса с помощью антитезиса, то есть положения, противоречащего тезису. В ходе доказательства мы формулируем антитезис и обосновываем его ложность. И если нам это удается, то тем самым мы обосновываем истинность нашего тезиса. Косвенные доказательства тоже разделяются на два вида. Апагогическое, так называемое апагогическое косвенное доказательство, иначе называемое, тоже хорошо вам, по-видимому, известно, иначе называемое приведением к абсурду, состоит в том, что мы, выдвинув антитезис, начинаем выводить из него следствия. И доходим до таких следствий, которые очевидным образом противоречат хорошо известным фактам. Если так, то значит эти следствия нужно признать ложными. Они выведены из антитезиса, следовательно, антитезис нужно признать ложным. Тогда, в таком случае, мы вынуждены признать наш тезис истинным. Ну, например, скажем, нам нужно доказать тезис. Государственные чиновники берут взятки. Мы можем делать это прямо, как вот делал Александр Иванович Герцин в приведенном выше примере. Приводим аргументы, скажем, чиновник Копилкин берет взятки, чиновник Коррупский берет взятки, чиновник Лихаимцев берет взятки. Следовательно, государственные чиновники берут взятки. Однако, вы понимаете, что довольно трудно схватить человека за руку в момент получения им взятки. Поэтому, чаще всего, такого рода утверждения приходится доказывать косвенным путем. Ладно, говорим мы, допустим, что государственные чиновники не берут взяток. Это наш антитезис. Начинаем выводить из него следствие. В таком случае государственные чиновники живут на одну зарплату. Зарплата чиновников, хотя и велика, но, в общем, не достигает космических масштабов. Если они живут на одну зарплату, то не могут себе строить многомиллионных особняков. Не могут посылать своих детей учиться в престижные университеты за рубежом. Ну и так далее. Однако, как хорошо известно и доказано, чиновник Копилкин выстроил себе дворец на Кипре. У чиновника Лихаимцева, включая всю семью, включая престарелую тещу, учится в Сорбонне и в Оксфорде. А чиновник Коррупский купил себе остров в Тихом океане. Вот мы и пришли с вами к противоречию с хорошо известными фактами. Значит, неверно, что чиновники живут на одну зарплату. Значит, неверно, что они не берут взяток. Следовательно, верно то, что они берут взятки. Это апогогическое косвенное доказательство. Разделительное косвенное доказательство состоит в построении разделительного обсуждения, элементами которого являются доказываемый тезис и некоторые несовместимые с ним утверждения, так сказать, антитезис. Затем показывают, что все утверждения, входящие в это разделительное большое суждение, ложны. Тогда остается признать, что именно наш тезис, входящий в это разделительное суждение, истинен. Ну, если вы любите читать детективы, то можете вспомнить, что это любимая схема рассуждения всех сыщиков, начиная с Дюпена, Эдгара Поя и кончая Херкюлем Пуаро, Агата Кристи. Совершено преступление, и вы его расследуете. Что вы делаете? Вы очерчиваете круг лиц, которые могли совершить это преступление, и формулируете разделительное суждение. Преступление мог совершить Скорпионский, или Тарантулов, или Клопидзе. Затем в ходе расследования вы выясняете, что ни Скорпионский, ни Тарантулов к этому преступлению не причастны. Не могли его совершить. Отсюда вы делаете вывод, что преступление совершил Хлопидзе. Что и требовалось доказать. Кстати, прошу прощения, дорогие друзья, что изобретать мне приходится какие-то странные фамилии. Просто я опасаюсь, чтобы какая-то фамилия из моих примеров не совпала с фамилией бизнесмена или государственного чиновника. Это же будет подсудное дело, клевета. Быть может, вы уже сами почувствовали, что прямое доказательство обладает гораздо большей достоверностью и убедительностью, нежели косвенное. Вернемся еще раз к нашим примерам. Если прямо доказан факт получения взятки чиновником, то мы можем с полной уверенностью утверждать, что он взяточник. Но если мы утверждаем его лихаимство лишь на основании косвенных свидетельств, то мы можем вполне совершить ошибку. Мы говорим, вот ты построил себе особняк, явно, что твоей зарплаты на это не хватит, берешь взятки. Он нам предъявляет документы, свидетельствующие о том, что он получил наследство после там дядюшки умершего в Соединенных Штатах. Вот и рухнуло наше с вами косвенное доказательство. И во втором примере то же самое. Одно дело прямо доказать, что преступление совершил Клопидзе, так сказать, схватить его за окровавленную руку. А другое дело судить об этом лишь на основании косвенного доказательства. Вполне возможно, что в поле нашего внимания не попал Тихий Гадюкин. А он-то и есть настоящий преступник. А мы совершили ошибку. При прямом доказательстве мы непосредственно вводим тезис из аргументов. При косвенном доказательстве мы вводим в наше рассуждение дополнительные элементы. И на этом более долгом окружном пути, конечно, риск ошибки возрастает. Ну, далее опровержение. Опровержением называют логическую операцию установления ложности или, по крайней мере, недоказанности. Положение, выдвинутого в качестве тезиса. На что хочу обратить ваше внимание сразу же, на то, что опровержение по сравнению с доказательством является, так сказать, вторичной операцией. Доказательство может существовать само по себе. Вы построили доказательство, с ним согласились, всё. А для того, чтобы могло появиться опровержение, нужно сначала что-то доказать. Только тогда появляется материал для опровержения. Ну, это проявление общего принципа. Сначала нужно что-то построить, чтобы нашлась возможность это разрушить. Пока ничего не построено, то и разрушать нечего. Поскольку доказательство, как мы с вами сказали, состоит из трёх основных элементов, поскольку опровержение также может быть направлено на каждый из этих элементов. Опровержение тезиса заключается в восстановлении, в обосновании его ложности. Прямое опровержение тезиса похоже на приведение к абсорду. Мы начинаем из выдвинутого тезиса выводить некоторые следствия. И опять-таки доходим до таких следствий, которые противоречат хорошо известным фактам. Следовательно, мы должны признать эти следствия ложными. Они выведены из тезиса. Из истины ложь вывести нельзя. Значит, если мы получили ложные следствия, то и наш выдвинутый тезис – ложь. Ну, например, пусть кто-то выдвигает тезис. Всякое убийство заслуживает осуждения. Ну, тезис кажется, в общем, правдоподобным. Но вам он не нравится, и вы на него нападаете. Хорошо, говорим мы, допустим, ваш тезис верен, но из него тут же следует, что умерщвление скота и птицы – это убийство – так же заслуживает осуждения. Отсюда, в свою очередь, дальше следует, что поедание говядины и курятины – так же заслуживает осуждения. Однако, посмотрите вокруг, все едят цыплят, свиные окорока, колбасы, и никто никого за это не осуждает. Следовательно, поедание мяса животных – непредосудительно. Но, следовательно, и их убийство, умерщвление – непредосудительно. Следовательно, не всякое убийство заслуживает осуждения. Вот мы опровергли выдвинутый тезис. Его, по крайней мере, нужно уточнить. Антон Павлович Чехов в рассказе «Письмо к ученому-соседу» приводит похожий пример прямого опровержения. Автор письма Василий Семибулатов рассуждает следующим образом. Вы пишете, что на Луне, то есть на месяце, живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы и жили люди на Луне, то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет её своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идёт вниз на Землю, а не вверх на Луну. Ну, действительно, свет Луны от нас никто не заслоняет, и дождик в самом деле капает вниз. При косвенном опровержении обосновывают собственный тезис, который формулируется как противоречащий выдвинутому тезису. Если нам удастся показать, что наш тезис истинен, наш антитезис, так сказать, истинен, то, следовательно, надо будет признать тезис, первоначально выставленный оппонентом, ложным. Ну, вот в статье «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году» активный участник боевых действий, наш известный партизан и поэт Денис Давыдов, защищал противоположный тезис. И в связи с этим писал, что в дни отступления армии Наполеона погода была тёплая, «Мороз не превышал 12 градусов, продолжаясь не более трёх или пяти суток». «Как же подумать, – продолжает Давыдов, – чтобы 150-тысячная армия могла решиться 65 тысяч человек единственно от трёх или пятисуточных морозов, тогда как гораздо сильнейшие морозы в 1795 году в Голландии, в 1807 году во время Эйлавской кампании, продолжавшейся около двух месяцев к ряду, и в 1808 году в Испании, среди Кастильских гор, в течение всей зимней кампании скользили, так сказать, по поверхности французской армии, не проникая в середину её». Здесь с помощью примеров Давыдов обосновывает мысль о том, что нельзя слабые морозы в России считать причиной гибели армии Наполеона. Тем самым опровергая тезис о том, что именно морозы погубили французов в 1812 году. Опровержение демонстрации заключается в показе того, что тезис логически не следует из приведённых аргументов, что в выводе была допущена логическая ошибка. Но, поскольку мы не знакомы с вами с видами его заключений, то я на этом останавливаться не буду. Наконец, третий и самый эффективный способ опровержения заключается в критике аргументов. Показав ложность или сомнительность аргументов защитника тезиса, вы тем самым можете показать, что тезис, по крайней мере, не доказан. Ну, например, некто доказывает вам, что его приятель, скажем, хвостулидзе, очень добрый, широкой души человек, и в качестве аргумента, обосновывающего истинность этого тезиса, этого утверждения, ссылается на тот факт, что вот недавно хвостулидзе один расплатился за всех, за всю компанию в кафе. Вы нападаете на этот аргумент и указываете на человека, который реально дал деньги этому хвостулидзе, чтобы он расплатился. Аргумент опровергнут. Следовательно, доказательство разрушено. Ну, следует, правда, помнить о том, что обнаружение ошибок в демонстрации или разоблачение ложности одного из аргументов, хотя и разрушает доказательства, но тем не менее еще не свидетельствует о ложности выдвинутого тезиса. Тезис не доказан, и вы это показали, но он может быть истинен, хотя выбраны были нехорошие, некорректные аргументы. Действительно, хвостулидзе-то может быть человеком широкой души, очень добрым, но для обоснования этого был выбран неподходящий аргумент. Когда же, разрушив доказательства, выдают это за показ сложности тезиса, то совершают логическую ошибку, которая так и называется – подмена тезиса. Ну вот, на этом, пожалуй, пора можно закончить. Всего вам доброго, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok